Всем привет! Всем доброе утро! Поздравляю вас с Крещением! Желаю вам самое главное здоровья, но остальное все, конечно, приложится. Сегодня у нас каша, как всегда, манная. Вот варю, мешаю. Сейчас мы кушаем и идем к врачу, а точнее на УЗИ щитовидной железы Саши, который назначил невролог, когда мы были еще в прошлый раз. Вот, все никак не могла записаться. И вот на 19 января была запись. Еще у нас сегодня логопед. Кстати, многие из вас писали, что заметили, что Сашулька стала лучше говорить. Вот честно, я не замечаю, потому что я, наверное, целый день с ней. Но посмотрела я предыдущие видео трехмесячной давности по Ютубу, и, конечно, я заметила эту разницу. Сразу видно, сразу бросается в глаза. Иногда у меня даже буква Р начинает проскакивать. Хотя логопед сказал, что Р будет вставать в разговорную речь еще очень-очень долго. Она старается ее говорить, она читает, она перерезносит букву Р. Но вот, когда она начинает говорить, она у нее вообще куда-то пропадает. Но вот логопед сказал, что это норма, это нормально, как бы, все хорошо. Мы сходили к врачу, уже позанимались, идем обратно домой от логопеда. Что могу сказать? Ходили хорошо. УЗИ, клубы, щитовидной железы, все нормально. Знаете, я всегда нервничаю, когда мы идем к врачу, я не знаю. Всегда какие-то переживания за ребенка все-таки есть. Вот, так что, слава богу, все нормально. Логопеда тоже хорошо все, продвигаемся, учим. Очень она ее хвалит, говорит у Сашульки. Хорошие, в общем, результаты, то, что и уже лучше она начинает разговаривать. И с буквой Р у нее уже лучше получается, поэтому нефилоним. Сейчас идем домой, будем кушать, уже спать надо ложиться. И, наверное, может быть, зимой сегодня еще днем сходим, прогуляемся. Находим 10 тысяч шагов, плюс нам надо еще в гараж зайти. А так вот у нас сегодня очень хорошая такая погода, морозная. Солнышко уже за облачками скрылось, но оно было. Морозец прям такой, минус 10 градусов. И прям снежная зима, снег, снег, снег. Вчера снег шел, прям вечером опять машины караваном, которые убирают снег. Прям друг за другом ездят, чистят все. А вот солнышко, кстати. Проглядывает. Только сказала, что солнышка нет. Смотрите, просто лед. Вот так вот. Ой, чуть не упал. Вот, люди раскатывают и бухнутся. А потом снежком засыпет, и кто-нибудь упадет, не увидит. Вот я сейчас иду, холодно. Прям снимаю. У меня рука без перчатки прям мерзнет. Прям морозец такой, хороший, крепкий. Прям снег хрустит под ногами. Снежный покров. Сашуль, вы тут провалитесь. Пойдем. Провалиться? Да. Понятно. Вернуть снег. Вернуть снег. Да, смотрите, сколько. Все выше, выше, выше. И солнышко. А солнышко, кстати, не греет. Вот светит оно, еще не греет рано еще. Еще месяцочек, наверное, будет греть. Хочется уже весну, потом лето. Уже надоело эта зима, холод. Так, у меня сегодня на обед картошечка жареная с грибочками, с опятами. Опята свои, собирали. В прошлом году ходили. Огурчики, помидорчики, салат с майонезом. Дима еще пока себе не положил. Дима, ты что будешь себе класть? Будь здорова. Картошку. Картошку тоже? А суп не будешь? Нет, суп не хочет. Суп не хочет. Ну ладно. Сашка, единственное у нас сегодня по супочку, да? Суп и кабачка. Клаковская. Да. А салатик не хочешь? Нет, нет. Салатик не хочешь? Ладно. Приятного аппетита всех тех, кто кушает. А еще у нас яблочный сок. Представляете, свой собственный. Выжимали на даче и консервировали его. Дима, как всегда. Поперчить. Ты знаешь, как шеф-повар вот так вот перчит? Уточкой. Салатик. Ну что, Сашулечку положили мы спать. Сами пошли в гараж. Нам нужно с Димой проверить шины. Хотим менять, да? Да, конечно. Хочу посмотреть шины, которые у нас стоят летние. И поменять перед дорогой. Ну да, потихонечку подготавливаемся, потому что дорога дальняя. Машину надо будет доремонтировать, посмотреть, проверить все. Потому что в путешествии, если ехать, обязательно автомобиль надо проверить. Все, что нужно, поменять. Да, так как мы уже на этих шинах много катались, мы хотим точно такие же купить. Сейчас сфотографируем и посмотрим в интернете, что там предлагается. Есть ли они или может быть какой-то аналог. Поэтому сейчас мы идем в гараж Димой. А потом погуляем по парку, походим. Находим там, сколько получится уже шагов. Ну, по времени, потому что мы по времени ограничены, конечно. Все равно прогуляться надо. Подошли практически. У нас открытый тип гаражей. Ну, то есть не в помещении, а такие. Отдельно стоящие боксы. Милости просим. Так. Мы тут что-нибудь увидим? Да я сейчас, да. Сейчас я подсвечу. Подсвечу. Тут машина у нас такая грязная. Да что ж ты хочешь, она не ездит только. Пару дней надо. Тут у нас все инструменты. Лопата. Чистить снег. Лед колоть. Так, ну что у нас там зашли? Прикер 17. Сейчас, секундочку. Мишлен. Ага. Здесь малене уже попкисались. Дима говорит просто, что шины уже трескаться начали уже довольно давно. Ну, они просто от времени. Вот, видишь? Вот трещина. То есть они начали уже сами по себе. Вот видишь отслоение? Ага. Вот такое вот отслоение. Вот, видишь? Это от времени они так начинают себя вести. То есть, по сути, как бы протектор-то еще есть. Вот. Вот здесь, видишь, кусок. Оба. Ну, то есть, протектор есть, а самая резина сверху начинает трескаться. Вот, видите, такие вот на гараже лежат сугробы. Поэтому надо всегда чистить. И Дима утром, когда ездит на работу на машине, ему приходится, конечно, все это разгребать. А вот если не чистить, он просто отсюда не выйдет. Вот, смотрите, видите, как гаражи занесены. Тут это только лопату в руки и копать, копать, копать. И причем самое такое неблагодарное дело, потому что сейчас ты это все сделал, а потом через два часа пойдет снег, наварят, и одно и то же будет. Что было, что не было. Ребята, тренировку мы задали, ходьба на свежем воздухе, время пошло, калории. Там чуть-чуть пониже, уже будет сколько шагов пройдено. Калории пошли. Вон их, смотри, сколько много. Они тут что? Смотрите, как шапочка, как крыша лежит. И они там живут в веточках. Прям так чирикали сейчас. Я говорю, такое ощущение, что это наступление весны уже. А мы подошли, все, затихли. Они разлетелись, вон они. Вот, иди сюда, смотри. Вон они, вон. Вон их сколько. Испугались. Сразу припихли. Да, воробушки. Это парадный вход нашего парка. Да, не с нашей стороны, а с другой. Ну, это центральная считается ворота. Потому что я когда училась, я писала не диплом, а как это реферат. Да, в школе по москловению защищала, ну, как выпускной по парку нашему. Пойдем через церковь пройдем. Я когда гуляла, видела, что прорубь. Тут, смотрите, много этих повесили всяких. Познавательные. Что прорубь они прорубили для вот крещенских купаний. Здорово, если уже, да? Красиво. Кстати, мы с Сашкой практически все книги дочитали, которые подарил нам Дед Мороз. Сейчас мы уже в процессе заканчиваем Алиса в стране чудес. И Кузя будем начинать. И все, все книги, представляете? Очень быстро. Она прям в восторге. Пару слов хотела сказать об Алисе в стране чудес, которую мы купили. Ребята, я не знаю, кто вообще в здравом уме это писал. Кто читал книгу, тот меня поймет. Или поправьте меня, пожалуйста, потому что такая билиберда написана. Это просто билиберда. Мультфильм они как-то еще обыграли. Но книга... Я вообще просто такой, знаете, бред сумасшедшего я читаю. Просто бред сумасшедшего какой-то. Конечно, Сашке, она много чего не понимает, но ей нравится. Но мне не нравится слово совсем. Вообще не понимаю. Люди уже со святой водой идут. Крещенскую мы вчера набрали. Я уже, по-моему, говорила. Можно было вчера вечером набрать или сегодня в течение дня. Вот так, но тут отсвечивая. Еще она тогда была до реставрации разрушена. Вот я уже показывала, как-то вот эта маленькая девочка с колясочкой. Это я, а это моя мама спиной стоит в юбке клетчатой. И сейчас висит тут на сцене. Да. Прикольно. На сцене вот церковь, храм Святой Троицы Воронцова. Это охранник тут стоит, и люди с водичкой. Прикольно, как у вас такая со стороны. Я даже не видела, да, как фотографировали. Ну что, пойдем дальше, когда будем, да? Смотри, тут даже туалеты привезли, поставили поближе. А, смотри, без дурова, да? Ближе не было. Не было. Такая красота. Солнышко уже заходит. Снег освещается. Снег прям так светит. Блесит, ага, блесит. Блесит, ага, блесит. Тут такая некая композиция подобия. Новый год. Еще елочка до 100 и далеки. Красиво такое, небо красиво сегодня. У нас тут все огородили, перед купелью. Да, причем этого забора никогда не было. Интересно, здесь построили специальные палатки. Вон, покажи, видит пункт. И стоит скорая. Кровирует. Чес какой-то. И вон люди купаются, что там стоят. О, вон, купаются. Вон уже идут. И скупались. И зеваки, как мы, и люди, которые окунаются. Сейчас, конечно, очень холодно. Ну, минус 10, ребят. Ну, это машины какие-то стоят. Вот телефон 101. Ну, это я думаю, что мало ли что, да, кому-то что-то плохо станет. Ну, да. А это вот переодеваться для людей. Да, первую помощь оказать. Вот сапочка. О, вон люди. Вот что я сейчас представляю. Это все насыпали, да, сено. Здорово. Да, больше не люди окунаются, смотрите. И стоят. Смотри, путь сделала. Ага. Человек, как будто в теплый бассейн залез. Ну, холодно. А что на куртках написано? Пожарный центр, да? Да. Или что там у них? Что-то не... И люди, которые за всем этим наблюдают. Ну что, пойдем как-нибудь с другой стороны или кружочком пройдем, да? Пойдем дальше. Ага. Да, крючок. Вот так вот все происходит. Я думаю, что в 12 ночи вчера было побольше людей. Да. Ну, в основном стараются прям вот ночью купаться. Мы как-то с Димой были, да? Смотрели, но не купались сами. Да нет, я боюсь, что... Нет, но с нашим организмом, вы знаете, я один раз... Тут недавно переболел еще. Я один раз ездила с родителями еще в детстве. Вот первый раз, когда мы поехали в Анапу, мы поехали на экскурсию в Геленджик. Там какие-то эти водопады такие. Ну, водопады там, конечно, одно название было, но нам описали, как будто там прям такие водопады, прям спускаются. В общем, ну, поехали. И что-то меня дернуло около этих водопадов сфотографироваться. Я пошла, и вроде там, знаете, так, ну, по колено, а вода леденющая, просто леденющая. И там, видимо, какая-то выемка была, глубина, и я подскальзываюсь, и прям по самое горло как нырнуло. Это вы не представляете, сразу прям грудная клетка сжалась. Я вот так вот вздохнуть не могу. Сразу резко выскочила, и после этого, не знаю, я просто представляю вот этих людей, которые ныряют вот этот прорубь холодный. Это, конечно, нужно быть таким подготовленным, потому что, мало ли что, и сердце там, да, и все может схватить. Да, поэтому и скорость стоит. Поэтому, да. То есть это надо, знаете, не просто так вот человек никогда этим не занимался, да, не практиковался, не закалялся, и тут он решил нырнуть. Поэтому, да, это как-то... Потому сколько этих случаев тоже начнешь в интернет читать. Вот они окунулись там, кому-то плохо, кто-то там даже до летального исхода, кто-то еще что-то подхватил. Поэтому тут не абы как надо. Мы погуляли, пришли все румяные. Румяные, как них, Сашулька поспала, да. Да, да, километражи там прошли большие. Вот, значит, мы сегодня... Я сегодня сходил к родителям, наконец, нам удалось встретиться после Нового года, потому что я болел, то работа, то все. Потом родители Димины тоже приболели. Да, вот, и мы обменялись подарками. Да. И сегодня мы будем распаковывать подарки. Да, да, у нас три пакета подарков. Да, посмотрим, что. Решили вам тоже заснять. Саша у нас будет подавать, я буду покупать. Вот это да. Смотрите, что это. Можно? Ну, я так понимаю, Сашуль, держи, это твое. Это большущий киндер, это big, big size. Ты видела такой киндер? Блин, я не... Я хочу вам, друзья, сказать, это Маша Медведь. Маша Медведь, ты даже знаешь, что это такое, несмотря, что ты не смотришь мультфильмы. А я смотрела, я уже... Когда-то давно, да? Да, я давно, я такой киндер не видела. Да? Шоколадкой поделишься? Шоколадкой поделишься? Да. Хорошо. Надо надеть стороночку на диванчик. Да, вот, кролику своему, да, здорово. Давай дальше. Потом? Потом, да, вытаскивай все подарочки. Там, может быть, что-то твое, что-то там папе, что-то маме, может быть. Еще два фильтра, да. О, мамочка моя. Да, это вот то, что мы покупали в Анапе. Это какого? Энимал, это животные. Да. Давай, клади. У нас почему-то попадались все время одни и те же, да? Да, у нас столько этих животных, они повторные, да. По-моему, мы там уже всех скупили. Да. Так, это что там? О, это что у нас? Компетки. Это конфетки. Конфетки у нас вот такие. Вот, как красота. Файзер. Файзер. Давай, кладем. Ну, это общие. Ну, конечно, всем, да? Чай попить. Дальше вытаскивай. Да, вытаскивай, вытаскивай. О, еще конфетки, да? Конфетки Камильфо. С фисташкой, что ли? С фисташечкой. Ага. С фисташечкой. С фисташечкой. На Новый год, но будет повод, откроем. Да, это мы пока... Да, вон куда-нибудь, в уголочек, да. Да, это папе. Это папе. О, еще конфеты. Это у нас конфетки Тирамису. Ага. Так, поэтому и конфеткам. Конфеты мы любим. Можно, ребята, вам сказать, Тирамису, я где-то видела? Мы уже, да, кушали такие уже, именно родители покупали. И такие делали. Да, 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 кстати, на них написано здесь, если посмотрите. О, окей. Да, очень неплохие, да. О, это магнитик, да? Это магнитик? Да, магнитик. Или это, может, значок? Я просто не вижу. А, я забыла, ведь, ли магнит, по-моему, положить. Да? Ну, ладно, ничего. Чего? Это магнитик. А, Сашка же его забрала. А, Сашка вот очень забрала. Вот это 2022 где написано? Да, она его уже пришпандорила к нам. Она взяла поиграться и все, она уже приклеила. А, и все, это Сашка не стала. Вот это ко мне. О, это печенье с шоколадом, да? Не печеньюшки. Да, можно. Кладем к сладостям. Будем пить чай. Ребят, а мы можем, кстати, даже вот сюда вот так вот складывать. Да. Да. Рафаэлла. Рафаэлка тоже вкусные конфетки. Давай дальше, что там? Ой, ой. О, что-то там в коробочке интересное, да? Открывать. Давай сейчас тебе откройте и поднимай. Открывай. О, что там? Чашечка. Чашечка? Ну-ка давай вместе я помогу. О, доставай. Держи. Показывай, что там. Ух ты. А что там написано? Саш, ну, переверни. Давай я полежу чуть-чуть. Я на рыбалке, если че. Ага. Я на рыбалке, если че. Прикольная кружка. Теперь. Как раз конфетам, да? Да. Второй. Это можно попробовать? Все там уже? Пакетик все, Саш? Да. Ну-ка давай ты это давай. Угу, давайте следующий пакетик. Давай. Поближе к себе. Там один у нас упал. Ух ты. Это футболка. Давайте распакуем и посмотрим, да? Угу. Это какой-то поезд. Поезд? Да. Не знаю. Это, скорее всего, не поезд, а кораблик. Ух ты, красивая футболочка. Хорошая футболка. Угу, угу. Футболки никогда лишними не бывают. Да, смотри, это наша, кстати, любимая. Да, кстати, неплохая фирма, Валберис, она продается МФ. Да, нет, это не МФ. Не МФ, да? Это называется Extreme Shop, да. Тоже, тоже хороший очень, да? Да, у них качество хорошая футболка, конечно. С эластаном. Отличная, да. Вообще, я люблю футболки. Это такой беспроигрышный вариант. Главное, чтобы с размером попасть. И дома ходить, или, например, можно ходить на улице. Ну, всегда такой расходник. И убирают это? Да, да, убирают. Тигр. Ух ты, тигр. 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 Так. Это футболки МФ. Угу. Мами. Мамина там женская, мужская. Ух ты, тигранка. Это мне? Я не знаю, да. А что там написано? Женская? Женская, да. Это, наверное, тебе. Это кому? Это маме. Ух ты. Это мама, а это вы с папой маленькие. Детки мои. Папа большой ребенок, Сашка маленький. Ух ты, еще один. Ух ты, еще один. Еще один. Это мне или мне? Не мама. Я тебе свою футболочку отдам, если тебе понравилось. О, ой, какой цвет красивый. Ой, какой цвет красивый. Я очень люблю такой цвет практически. Чуть-чуть посветлее Сашкины футболочки. Очень красиво. Это мамина еще одна. Еще одна мамина. Да, это тоже мне? Наверное. Там, наверное, это мужская. А я не знаю. Ну, как не знаю? Там это мужская, я же вижу так. А тут даже не написано, мужская она или нет. А как ты где-то женская прочитал? Там на лейболе была женская. О, не хочется. Ну, давай, давай. Что-то нашла там? Сейчас, секундочку. Давай, я тебе помогу. Тяните, 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 тяните. Вау. Это что такое? Это у нас... Это у нас... Вон сбоку. Постельное белье. Отлично. Ну, вот. Куда поедет у нас? Все догадаются. Да. Да. Я можно? Да. На море. На море, да. Постельное белье никогда лишним не бывает. Тоже очень люблю. Покажи расцветку, перевернись. Это там... Нет, с другой стороны. Там, наверное, нарисовано. Ага. Вот здесь еще есть нарисовано. Угу. Ну, поближе. Нет, с другой стороны поближе. Вот. Так вот, постельное белье. Базовая коллекция. Дубля. Давай мы сейчас вот так вот сделаем. Давай сюда. Вот. Это что такое? Это, наверное, мыло, да? Мыло жидкое для малышей. Угу. Это тоже поедет с нами. В Анапу. У нас мы там как раз с жидким мылом. А вот это мое. Так, это тебе. Что это такое, Саша? Это и синячий патрон. А что это такое, ты думаешь? Я в таком муфе смотрела. Я... Это какой-то мега... Это пазл. Это пазл. Пазл ты любишь собирать? Собирать пазл. Давай мы сюда положим. Доставай дальше. Ой, 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 ой. Ой. А это что такое? Это мои наборы, которые... Это синячий патрон наборы. Ну как? Потому что там кто-то стоит. Что там, они на машинках все? Да. Здесь все, по-моему, да? Смотри, это кто? Это гонщик. Это скай. Вот это клебыш. Машей. Бухи. Зума. Вот это да. Отличный, красивый набор. Очень красиво, здорово. Ты куда сошел этот? Давай сюда, посерединке ставь между собой. Вот так вот и открывайте потихонечку. Давайте, что там еще есть? Ой, ой, ой. Мам! Ой. Это какая-то кошка? Нет, это какое-то яйцо-единорог. А внутри какой-то сидит... Игрушка какая-то, наверное. Ставь сюда. Упс. Нравится? Сидите мне. Нашу крашка. Нет, это маленькие сказки. Про кого? Про меня. А я буду читать. Вот это... Ну, а про кого сказки-то там не можешь прочесть? Я просто не вижу отсюда. Вот это? Да, что про кого? Вот это про крокодила Гена. Да, что просто там написано? Читаем сами. Открою. Маленькие сказочки. Маленькие сказочки, да? Открой чуть-чуть посмотреть. Ну, какую-нибудь страничку открой просто посмотреть. Пролесно. Вот. Ой, какие красивые. Цвета стоят. Мы с тобой любим. Отлично. Прямо для меня. Точно. Можно клади? Давай, клади сюда. Клади. Это занятие у нас. Да, упражнение по чистописанию, чтобы ты хорошо писала. Выводила. Выводила. А вот тут разные, да? Да. Гаврички, загогулинки, сердечки тут. Еще одна. Уроки красивого почерка. Тебе, конечно, пока рановато. Это мы пока отложим. Да. Да? Ну, попозже тогда будем. Да, я сама хотела. Маленькие. Это я читаю. Ну-ка, что это такое? Что это про? Маша и Ойка. Маша и Ойка. Читаем по слогам написано. Ух ты, интересная какая книга, да? Ну, будешь читать мне. Я тебе читаю, ты мне читаешь. Да, дочка? Мы каждый вечер с Ашулечкой читаем. Сначала она мне две сказочки читает небольших, а потом я и читаю. Ой, тоже. Что написано? Животные. Животные. Тоже читаем по слогам. Ой, тоже какие красочные. Здорово. Очень красиво. Очень красиво. И самое хорошее, что по слогам можно, да, тут читать. Потому что с крокодилом Гены там нету. Придется мне, наверное, самой ей пока читать. Пока она не ориентируется ему полностью слова. Ну, потом попозже сможет уже сама читать. Давай дальше. Книги у нас всегда приоритет, почет, поэтому мы любим книги. Ух ты, еще книги. Папа, извини. Ну, про что? Песенка-мышонка. Песенка-мышонка тоже. Тоже по слогам, дочка, будешь читать. Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я. И песенка. Моя. Помнишь, мамы фильм смотрели как-то давно? Угу. Ух ты. Это базовый, что ли? Нет, это волшебный мир самоцветов. Это вот сову, да, надо клеить будет. Совенка и клеить стразами. Вот такой будет у тебя картина красивая. Это картину делай, дочка. Да, хочу вам сказать, а здесь как надо или как по-любому? Нет, как надо. Как надо. Как надо. Как показано, так и будешь. По-любому нельзя. Иначе получится непонятно что. Тут видишь, все по цветовой гамме. У нее футболочка синенькая. Бантик розовенький, да, поэтому... Давай, ставь. Все? Или еще что-то есть? Сюда, все. Все, да? Ага. Вот такие у нас подарки, да. Вот сколько подарков. Да. Давайте будем смотреть. Да, теперь будем смотреть. Мы сейчас тут разбираем уже подарки, убираем. Вот тут я тут все складываю. Постельное белье, двухспальное. И вот киндеры, смотрите, сравните. Маленький, да, какой обычный у Сашки в руках. И какой вот этот вот Макс максимальный. Вот это вот обычные киндеры, которые мы покупаем. И вот. Увас. Здоровущий прям. Да. Держи. Давай еще. Ну что, пойдемте положим их в холодильник. Да, мы сейчас все это раскладываем пока. Сейчас печенье берем, конфеты в холодильник, да. Поехали. Да. Уборачиваю, что, а первое я буду открывать. Что? Понравились машинки, да? Такие крутые. Ну вот, бабушка и дедушка звонили, спрашивали. Угодили. Что Сашулька хочет. И мы там намекнули им, да? На что она там глазковала. Пазл мне это тоже нравится. Ну, 360, я боюсь, это очень будет тяжеловато собрать. А на 86 тяжело так вот осиливает. Ну, в будущем. Ну, да. Хотя вот, написано 5+. Ну, написать можно, что хочешь. Дима, ты до сих пор румяный. Да? Да. А я нет? Нет. На чайку можешь пойти пописать. Да? Все, с конфеткой, да? Да. Скинул, надо набрать. Да. Баланс, баланс. Баланс, да. Уравновение. Сашка тут перекусывает. Разносол. Сашулька кефирчик пьет с булочкой. А булочка с чем? С вишней. С вишней, да? С вишней. А Дима тут кушает шеи. Картошечку с грибами. То, что пожарили днем. И вот Саш тут играет в новой игрушке. Да? Хотела вам сказать, что я придумала. Она же летает. Можно вот так поставить. На крышу поставить, да? Можно на крышу поставить, да. Ну, как будто она была. Ну, ладно, ребятки. Будем на этом с вами, наверное, прощаться на сегодняшний день. Да? Всем огромное спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока.